Молодежь Славянского района – это его будущее. Активные и неравнодушные молодые люди учатся и работают, занимаются общественной деятельностью, создают семьи и заботятся о природе. Словом, они делают все, чтобы жизнь была наполнена добрыми делами, яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями. В реализации смелых идей помогают молодежи, конечно, представители районной власти. Для того, чтобы держать руку на пульсе молодежной жизни, знать и решать текущие проблемы, нужно общаться с молодыми славянцами. Глава Славянского района встретился в здании спортивной школы «Белая ладья» с молодежными активистами, сотрудниками отделов молодежи поселений, молодыми депутатами. «Сто к одному» – так называлось это мероприятие, которое вызвало неподдельный интерес у всех его участников. И прежде всего у самого Романа Синеговского, который всегда живо интересовался молодежными делами. Он сердечно приветствовал собравшихся, сразу же постарался настроить их на оптимистический лад. Ведь у них впереди целая жизнь. Если человек талантлив, если он работает над собой, если у него получается, сегодня есть такие возможности развиваться, пробиваться. И я уверен, что если вы будете стараться, у вас тоже, конечно же, все получится. Заботой о молодежи продиктованы многие действия власти. Большой шаг вперед сделан в укреплении спортивной базы, которая стала одной из лучших на Кубани. У нас сегодня строится зал единоборств, который мы откроем к концу этого года. Мы не так давно запустили спортивный объект «Олимпиец». Видите, в одном северном парке сколько спорта, да, и большой теннис, и волейбол, и баскетбол, и сколько детских площадок, и тренажеры. И вот, если говорить о северном парке, то, я считаю, серьезный такой для нас объект, тоже благодаря поддержке губернатора Леонидовича Кондрата, потому что серьезные деньги, 155 миллионов, нам было бы не под силу. На сегодняшний день, я считаю, уже площадка создана, хотя у нас куча идей, которые сегодня мы уже на бумагу положили. Во встрече приняла участие депутат законодательного собрания Кубани Жанна Беловол. Она сказала, что ей очень нравится общаться с молодежью, ей по душе неравнодушие и желание делать добро. Самое главное в жизни, чем бы вы ни занимались, найти дело, которое вам по душе. Я считаю, что это залог успеха. И, конечно, второй момент, нельзя оставаться равнодушными. Жить самое прекрасное, удивительное, самое главное, что у вас сегодня есть, вы молодые, у вас вообще все перед вами. Не обращайте вы внимания, что у кого-то лучше платят, у кого-то есть сегодня мотоцикла, у меня нет, у кого-то еще... Вы делайте свое дело, и успех придет. Председатель Славянской торгово-промышленной палаты рассказала участникам встречи о создании благоприятных условий для развития бизнеса, в том числе консультационных и образовательных услугах. Основные направления нашего центра поддержки – это консультирование предпринимателей, в том числе и начинающих, по вопросам организации и ведения бизнеса. Мы организуем, проводим круглые столовые конференции, встречи, бизнес-миссии. Мы в прошлом году с Управлением по молодежи проводили такую встречу, не знаю, кто-то был, призывался нет, приглашали молодых студентов и наших уже предпринимателей, которые делились своим опытом, как они решили создать свой бизнес, чем они занимаются, в таком биологии вопрос-ответ. Но мы готовы и дальше проводить такие встречи. Все многочисленные молодежные инициативы и дела находят поддержку и доброе содействие со стороны сотрудников Управления по делам молодежи. В Краснодаре создана точка кипения, где можно учиться, можно собрать команду, можно написать свой проект, прокачаться и свою идею отправить на грантовый конкурс. Сегодня выделяется Росмолодежью огромное количество средств для поддержки молодежных инициатив, молодежных проектов. Такую точку кипения мы хотим, я надеюсь, мы потянем, сейчас работаем над проектом для точки кипения именно в городе Славянске на Кубанье с участием краевого финансирования, софинансирования, скажем так. И если эта проектная мастерская у нас откроется в Славянске, то будет очень круто. Пока мы над этим работаем, не будем ничего обещать, но мы стремимся к этому. Объем финансирования грантового конкурса от Росмолодежи, более двух миллиардов рублей. Сейчас, кстати, Роман Ванч, мы работаем в этой проектной мастерской у нас в Славянске, возим ребят в Краснодар, здесь работаем с нашими экспертами, которые помогают ребятам писать проект. Затем молодые люди задали Роману Синеговскому ряд вопросов. Их интересовало многое. Первый вопрос – это ЖКХ, который очень сильно влияет на жизнь, на молодые, может быть, совсем молодые, особо не понимают, которые учатся, но они имеют родителей, которые все равно это платят. Редельный индекс повышения тарифов на ЖКХ не более 4%. Ну и в целом, все тарифы на сегодняшний день, они обоснованы нашими, если говорить о Славянском районе, они обоснованы нашими предприятиями, потому что предприятия защищают свои тарифы, если хоть и портами цены тарифов в Краснодарском крае. Модернизация славянских котельных помогает улучшить качество предоставляемых услуг и снизить издержки, что работает на потребителя. На сегодняшний день благодаря тем мероприятиям, которые мы приняли, они на сегодняшний день у нас работают без убытков. Второе, о чем мы можем немножко гордиться, мы получаем каждый год уже на протяжении, наверное, 5 лет паспорт готовности, это передрост технодзоров, еще и техническое состояние должно быть нормальным, тех же котельных. Также помогает снизить плату перехода, где возможно, на индивидуальное отопление. Есть и субсидии на оплату ЖКХ. Какой перспективы развития дорожной инфраструктуры в нашем городе, чтобы избегать пробок? Машин становится больше и больше и больше. И, соответственно, те дороги, которые строились, и сейчас мы продолжаем, мы где-то немного новые дороги строились, мы каждый год ремонтируем то, что у нас есть. То есть реально мы не успеваем за тем, что есть. В Москве идет, там доходы совершенно другие, идет по пути строительства авиадонков. Мы работаем над этим, где-то предусматриваем одностороннее движение, где-то парковки. Вот сегодня, если строятся магазины или торговочные центры, мы требуем, чтобы для каждого этого объекта строились параллельные парковки. Как вы оцениваете студенческую жизнь и студенческую деятельность в нашем районе? Мне нравится, что у нас студенческий район, что у нас, как я уже сказал, много техникумов, у нас наше педагогическое училище, что все руководители и техникумов, и ректор сегодня, все между собой общаются, задают определенный план, на месте не стоят. После того, как я отвечаю, оцениваю положительно, но еще раз хочу заметить, что на месте стоять нельзя, жизнь меняется, крутим педали, вперед, вперед, вперед. В завершении встречи глава Славянского района пожелал собравшимся идти к своей цели и не бояться трудностей. Молодость – это самая прекрасная пора, время дерзаний и становления. Когда мы молодые, еще, может быть, не достигли всего в жизни, и я считаю, что это должно быть определенной мотивацией для того, чтобы работать во всех направлениях чуть лучше других. А для того, чтобы быть успешнее других, нужно быть другими, отличными от общей массы. Трудиться больше, читать больше, встречаться с хорошими людьми больше, стараться, двигаться, зарабатывать, становиться успешными, а в итоге счастливыми. Когда вы победите свой успех, вы еще станете счастливыми людьми. В лучших традициях нашей молодежи горячее сочувствие и содействие людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Волонтеры, студенты, отличные труженики – они будут и дальше идти вперед, строя свое и наше общее будущее. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».